Скажите, вот как сложились результаты этих выборов, прошедших Германию, для вашей партии, которой вы вот состоите? Лучше, хуже? Какой расклад получился в итоге-то? Ну, мы сдали позиции на 10 депутатов, по-моему, да, 10%, мы были 12,5%. Вообще ожидание, да не только ожидание, а внутреннее понимание состояния, протестный потенциал, который накопился в людях, позволял бы нам набрать 30-35% минимум. Здесь в местный совет я прошел у себя в деревне, потому что было бы слишком уже, ну просто слишком, если бы я здесь не прошел, то люди бы пошли в сельсовет и там начали бы разбираться. А по округу моему мне надо было набрать большинство голосов. Это не список партийный, а окружной. Всегда ЦДУ у нас было 90-95%. Это такая Северная Корея для ЦДУ, вот наш этот регион. И тут вдруг я туда врываюсь и начинаю, одна деревня полностью, 20 с лишним процентов за меня. Ну, там понятно, там русскоязычных много, церкви большие, одна большая церковь, в которой, ну, я не был там, я не агитировал. Ну, они видели, знали, и вот там за 20% я набрал, и это вызвало шок в газетах. Начали эту церковь, ну, обвинять в нетолерантности, в гомофобии. И даже послышались эти, вот, мы вам говорили, что их гнать надо из Германии. Вот, дождались, вон, смотрите, кого они выбирают. И это все официально в газетах. То есть, хотя мы такая же демократически избранная партия со всеми постулатами во всех земельных и в Бундестаге. Несмотря на это, мы все еще изгои. И это повлияло, вот эти факторы очень сильно повлияло. Вот, час назад звонил с юга, он там собрал всех своих помощников, которые занимались этим, провели опрос. Он говорит, по нашему опросу вы 60% должны были набрать, а набрали 10%. Как может? Ну, можно ошибиться на там, ну, я говорю, ну, 60% перегнул, наверное, ты только по своим опросам сделал. Ну, говорит, а наших здесь 60% людей. Так что мы могли бы, и мы не поймем, куда делись наши голоса, почему вы не подаете в суд, почему вы нет. Ну, а как, что тут подавать в суд? Ну, ясное дело. Ну, вот такое. И сейчас, сейчас, конечно, то, что избралось, ну, во-первых, уровень образования сильно просел в парламентском, да, до этого, ну, даже по нашей фракции взять, там, с высшим образованием было 90%. У нас были доктора, профессора, адвокаты, ну, то есть, это была компетенция. Сейчас их стало намного меньше. Это что, это ваша партийная политика такая? Ну, как бы, чтобы... Нет, это, нет, нет, это просто, ну, вот, первый раз в парламент шли идеологи, то есть, из-за убеждений, потому что никто не верил, что пройдем, никто не хотел прагматики или те, которые там хотели бизнес в этом делать, или, ну, что-то искали свое. Им это было, ну, не очень интересно. А теперь, вот во второй раз, когда они поняли, что шанс-то реальный, ну, туда в основном прошли расчетливые люди, которые... Может быть, это и неплохо, если они идеологически на правильном месте, но это не только в нашем, не только в нашей фракции. ЦДУ практически обескровлена. ЦДУ ушла в оппозицию. И она, в принципе, этого заслужила. Христианская партия, которая перестала быть христианской, вот он результат. Это должно быть, ну, должно быть хорошим уроком для тех стран, в которых еще партии стоят принципиально на ценности христианских. Здесь началось заигрывание, оно началось с приходом Меркель сразу же. Тогда она еще Холевская была, она еще была консервативная, Штраус, Поль. И потихоньку выборы за выборами, они вытесняли христиан. И в этот раз я уже говорил, вот. А так называемые христианские партии, ХДС, ХДС, они как? Ну, они так называемые или что? Ну, вот я о них как раз и говорю. Вот о ней. Это о ней я и говорю. О христианской партии, которая так называемая христианская партия, которая сначала решили, ну, можно же там 3-5 процентов голубых, зеленых. Ну, это же не страшно, мы же там толерантны. Следующие выборы, их уже стало 30 процентов. А через это стало еще больше. И сейчас последних вытеснили христиан, практически вытеснили последних христиан из христианской партии. Но и вместе с этим и сама христианская партия улетела в оппозицию. Доигрались. А доигрались такими, ну, давайте, там, как семья для всех, брак, смешанный брак или как они называются, однополые. Это же инициатива была. Ну, все говорят, нет, Меркель против проголосовала. Она синициировала это все, чтобы дать, вот она в надежде завоевать вот голоса вот этих людей тоже. Но если ты христианская партия, пусть это социал-демократы делают, пусть это левые делают. Ну, у них нету идеологического тормоза в этом. Ну, у тебя же будет, ну, у тебя же есть идеологический фундамент, на котором стоит твое название. И этот фундамент был практически полностью за 16 лет правления Меркеля разрушен. Ну, то есть, вы думаете, это целенаправленно она переходила вот красные линии раз за разом, чтобы разрушить или как? Или это вот сегодня смотрится так, что вот она послужила инструментом в руках дьявола, чтобы разрушить вот то здравое христианское наследие, в которое она вошла и которое поддержало ее в свое время? Она, я не думаю, что это была цель разрушить. Она думала, что этим самым она укрепит, она создаст блок такой всех, всех и кумену, где все могут и голубые, и зеленые, и верующие, и неверующие, и мусульмане, и христиане, и все это здорово, все это нормально до тех пор, пока ты не продаешь убеждений своих, христианских убеждений. Христианство – это, на мой взгляд, единственная религия, которая может вместить в любовью, вместить в себя все. Я всегда говорю, Иисус плюс ничто есть все. Они говорят, как это так, как это? Вот для меня очень часто говорят, Иисус плюс католизм, католицизм, вот тогда рай. Иисус плюс платочек, тогда юбка до колен, ниже колен, Иисус плюс три раза в церковь в неделю, тогда рай. Нет, Иисус плюс ничто есть все. Вот для буддиста Иисус – великий учитель, и для меня он великий учитель. Здесь мы с ним одинаковы. Для мусульман Иисус – величайший пророк, и для меня он величайший пророк. Но только еще один есть – он сын Божий для меня. И это не противоречит тому. Я понимаю, они любят моего Бога, они чтят моего Бога. Великим учителем они его чтят, они не враги мне. Они его чтят великим пророком, они не враги мне. Поэтому христианство может обнять все. Но если христианство начинает, вот как наши священники перед заходом в мечеть, сняли свои кресты, чтобы мусульмане не обидели. Мусульмане их за это уважать перестали, а не то, чтобы обиделись. Они на весь мир опозорили себя и свою веру, которая снимает свои кресты, принадлежность свою. И поэтому вот она пошла по этому пути. Типа, да при чем здесь? Ну, молитесь где хотите. Христианство? Ну да, христианское, так называй. Я так переняла ее. Но я из нее сейчас вылеплю вот без Христа что-то. И вот без Христа что-то получили сейчас на выборах. И это только начало. Продолжение следует...